Сыктывкарским школьникам напомнили о правилах поведения возле водоемов. Сотрудники центра ГИМС рассказали и показали ребятам, как выбраться из ледяной воды и как можно помочь тем, кто ушел под лед. Отметим, буквально накануне в Воркуте утонул семилетний мальчик. Он с другом гулял по неокрепшему льду и провалился под него. Павел Королев продолжит. Спасите, помогите! Help me! Не важно, на английском, русском или коме. Главное – кричать очень громко, чтобы могли услышать взрослые. Шансы выбраться из ледяной воды у ребёнка минимальные. Без помощи со стороны мало кто справится. А этой помощи может и не быть, как в случае с семилетним мальчиком в Воркуте. Вот почему важно трагедию предупредить. И тут многое зависит от родителей. Ведь именно они должны проявлять бдительность и в период для доставания отпускать детей одних к водоему. Первое, конечно, необходимо ежедневно инструктировать детей, беседовать с ними. Небезопасно не только выходить на лёд, но и гулять возле реки, непосредственно близости реки. Потому что можно подскользнуться, упасть. Возле берега не всегда бывает мелко. Второе – это переходить в водоёмы только в специально оборудованных местах. Ну и последнее, конечно, все мероприятия, которые проводятся на льду водоёмов, должны проводиться только в сопровождении взрослых. Среди этих школьников есть ребята из местечка Заречья. Оно каждую зиму отрезано от большой земли ледовой переправой. Поэтому эти знания и навыки для них особенно важны. Впрочем, опасаться тонкого льда стоит и любителям клёво. Рыбаки из-за своего азарта нередко становятся жертвами стихии. В первом случае сразу же не паниковать, это в любом случае. А сконцентрироваться на том, что это всё-таки вода, и нужно как-то в любом случае выбираться. То есть, возможно, будут какие-то люди, которые смогут оказать помощь. Чаще всего бывает, особенно когда рыбаки выходят на перволётку, они выходят в одиночку. И там надежда только на самого себя. В таком случае всегда рекомендую, допустим, рыбакам брать с собой самоспасалки. Это, грубо говоря, рукоятка, и на конце рукоятки заострённый гвоздь, либо там какой-то такой, ну, то есть твёрдый предмет, чем можно ударить и зацепиться за кромку льда. Первый человек со стороны Заречья почти перешёл. Остались последние метры. Эти метры для жителей Ижемского района едва не стали последними в жизни. По словам автора видео, мужчина не решился дальше переходить реку. Вернулся обратно. И правильно сделал, говорят спасатели. Температура воздуха пока скачет. То плюс, то минус. Из-за этого лёд слишком тонкий, хрупкий. Да и на большинстве рек идёт шуга. Всего же в эту зиму в Коме планируется открыть 92 ледовые переправы. Но из-за тёплой погоды появятся они на 2-3 недели позже. А значит, в ближайшее время нужно быть особенно осторожными вблизи водоёмов и рек. И уж тем более нельзя отпускать детей одних туда, где им может грозить опасность. Павел Королёв, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.